Артем сказал, что вы больше хотели. И наш чемпионат, ну, что сейчас на эмоциях говорить о том, что там какие-то там тактические, стратегические, хотя это тоже влияло, потому что мы начали игру, ну, не знаю, что на нас повлияло, может быть, не знаю, там, дорога, что-то еще. Очень спокойно мы играли, и у нас не было баланса ни в атаке, ни в обороне. Мы играли с зазорами, то есть соперник забивал голы там со стандартов, с позиционной атаки, то есть вот непонятно, что с нами было. Хорошо, что опять проявили характер, в очередной раз мы это сделали в этом сезоне, и, конечно, это огромная заслуга ребят, которые нашли внутри, потому что мы можем придумывать там какую-то стратегию, там, план на игру, но если внутри люди не находят вот этот ресурс человеческий, что нужно исправлять и нужно поменять историю матча, то ничего не получается. Слава Богу, нам это сегодня удалось. Яркая игра, два, наверное, думаю, достойных соперника в плане выхода там дальше, да, полуфинал. Поздравляю, я хочу поздравить обе команды вот с такой игрой, да, действительно, все было на волоске. Ну, в преддверии Нового года понятно, что такая игра и по такому содержанию, которое было для нас, это тоже определенный импульс такой позитивный, что можно любую ситуацию спасать. И мы это смогли сегодня сделать, отдохнуть, с родными провести Новый год, Рождество и с новыми силами начать уже второй круг и следующий этап Кубка. Всем удачи, всех поздравляю, да, там, наших болельщиков, которые, я думаю, что кто здесь были, они здесь потеряли несколько лет жизни, наверное, а кто около телевизоров, наверное, еще больше. Кто-то, может, и сломал телевизор. Ну, так, я думаю, что мы их порадовали и дальше, опять же, мои обещания в плане того, что мы сдаваться не будем, однозначно не будем. А остальное уже общая работа и, естественно, отношение к работе, к играм и время покажет. Спасибо вам огромное.